Владимир, день добрый. Большое спасибо, что принимаете участие в нашем проекте. Не могли бы вы рассказать о каком-либо примере правильного решения, которое было в вашем бизнесе, в вашей компании? Евгений, здравствуйте. Вам, конечно, огромная благодарность за много лет сотрудничества с нами. Это очень приятно, что пригласили сегодня для съемок. То, что касается описанного нами кейса, это пример использования возможностей, совмещенных с грамотной стратегией. Что мы, собственно говоря, нашли там? Мы нашли некую отрасль, которая в стране начинала только развиваться, и государство начало пускать свои цепкие лапки от некоторых активов, и там появились первые профессиональные инвесторы и операторы. Речь идет о аэропортовой инфраструктуре, в первую очередь терминальной, и объектов обслуживания аэропорта, воздушных судов и так далее. Ну, также, конечно, вопрос в логистике. Сейчас на территории аэропортов смотрят гораздо шире. Это называется аэротрополис, то есть это такой город, который растет ввиду того бизнеса, который может предоставлять аэропорт. И вот в момент, когда, собственно говоря, появились первые интересанты, мы начали развивать эту компетенцию. В чем, собственно говоря, смысл был? В том, что до этого этим занимались только государственные институты. И мы были одной из первых компаний, ну, понятно, кроме международных, которые пришли на этот рынок, и через некоторое время нам удалось правильно составить команду, подобрать людей, которые, ну, прямо-таки горят, потому что строить аэропорт — это определенный хайп, как сегодня говорят. А тогда этого слова еще не было. Команда стала очень быстро наращивать компетенции как в части нормативной базы, так и в части тех требований заказчиков, которые они представляют как операторы с коммерческой точки зрения. И через несколько лет нам удалось по мере выхода новых интересантов занять существенную долю этого рынка. Что самое интересное, с точки зрения влияния на весь бизнес-компании существенно поднять такую репутацию бренда и обеспечить финансовую стабильность. Потому что до этого мы работали в большей степени на рынке коммерческой недвижимости. И, как вы знаете, это довольно волатильный рынок. То есть там случаются пузыри, которые приводят к тому, что процесс создания новых активов просто останавливается. Вот вкратце. Не могли бы я вас сказать, как вы принимали решение? Это было какие-то единоличные решения, коллегиальные? Какой метод вы используете в компании? Это стратегия, которая основывается на том, что мы, собственно говоря, стараемся видеть те возможности, которые открывает макроэкономика нам. То есть, ну, когда приватизация государственных активов – это макроэкономика. То есть, когда государство пригласило инвесторов, нам это удалось увидеть. С другой стороны, мы использовали возможности. То есть, понятно, что компания, которая у нас находится в жесткой конкуренции на рынке, она не все и не всегда макро возможности может увидеть. То есть, рынок может не воспринять твое коммерческое предложение. А нам удалось. Если сейчас вот решение, я так понимаю, уже достаточно долгое время назад было принято, если честно, посмотреть на него. Ваша оценка результатов работы? Ну, я вкратце-то, собственно говоря, уже сказал, что нам удалось, а, улучшить такое ощущение бренда, да. То есть, все-таки это объекты инфраструктуры, объекты достаточно сложные. То есть, мы теперь компания по… специалист по уникальным проектам. Вот. А с другой стороны, это финансовая стабильность. Потому что на протяжении, там, со времен безудержного роста, там, да, к кризису 2008 года финансовому, там, да, к последующему восстановлению и опять кризису, мы видим, как компании, в которых работало несколько сот человек, сегодня состоят из десяти, там, да, и огромное количество просто компаний исчезло с рынка. Те, кто специализировался узко на рынке коммерческой недвижимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова